добрый вечер дорогие лица еврейской национальности дорогие жены прошу вас не вздрагивать когда обращаются к вам по национальности как вас зовут изя не нервничайте изя вы хороший парень еврей правда ну так вот сегодня мы попробуем и немного прояснить может быть это не так страшно быть евреем но это когда-то надо же прояснить кто мы такие смею утверждать что все мы в той или иной степени неравнодушны к нашей национальности и даже тот кто кричит что еврейский его совершенно не интересует он космополит человек универсальной культуры пушкин но и он когда просто услышит слово еврей вздрогнет почему почему стесняемся своей национальности даже тут в израиле что из нас такого особенного чуника все недавно слышал типичный спор между двумя русскоязычными евреями дадим им вымышленные имена одного звали мойщий другого янкель начало спора не слышал а только продолжение мой же в кепке таким раздраженным тоном отбивался такое аянкеля вот и себя евреем называешь ну что в тебе еврейского аянкель задохнулся от обиды я это что не еврей по твоему а ты кто такой значит у меньше еврея чем ты еще больше твоего паразит а это я и пошло по второму кругу этому перенасыщенному эмоциями спору мы еще вернемся во всей ее остроте не сглаживая никаких углов но прежде давайте покопаемся в редком кем спрашиваем вопросе вот мы евреи мы безмолвно несем это звание но в чем его смысл в чем мы евреи недавно я спросил этот вопрос и тут же получил ответ ну что вы хотите ведь у меня в паспорте написано что я еврей что еще надо так что евреи это достаточно по паспорту ну может быть нос еще нужно или все таки еще что то кстати сама постановка вопрос уникально для нас скажите ну кто кроме евреев мучается этим вопросом вы слышали чтобы француз не мог заснуть в раздуме что есть французская русский перевернулся на другой бок а в чем же я русский русский это русский китайцы это китайцы француз француз и требуется особых дополнительных разъяснений только нас это по-настоящему волнует только мы почему-то не знаем кто мы у нас эти знания просто украли вот уже несколько поколений вот как по-русски украинский узбекский литовский знаем а вот так по еврейски не знаю я человек старорежимный советской эпохи так вот помнится как студенческие времена после того как в автобусе несколько крупных ребят обратили внимание на мою национальность это заинтересовался собственно говоря за что чего мы евреи понаделали такого в мире что нас везде замечают откуда мы появились кто мы решил выяснить ну естественным образом отправился куда университетскую библиотеку достал толстую большую советскую энциклопедию и дальше произошла неожиданность я просто открыл ее и тут же обнаружил что большая советская энциклопедия автоматически открывается на букву е точнее на слове еврей все остальные страницы были чуть слепшиеся а это вся желтая от еврейских пальцев меня один интересовался что там о лицах еврейской национальности было написано не помню помню только острое ощущение совместной судьбы хозяев этих пальцев ощущение что мы другие совсем другие потом припоминается потрясение когда за одну ночь прочитал историю еврейского народа и узнал о невероятном чуде еврейского существования тогда стал находить в разных нееврейских источников в рейси когда просто не было подтверждение этим ощущением позвольте мне поделиться с вами несколькими цитатами что думают люди думающие писатели историки о евреях и об их истории несколько цитат начнем с марка твена если статистика права то еврей не составляет более 1 процента рода человеческого частица звездной пыли затерявшиеся в сиянии млечного пути по логике вещей мы должны были с трудом слышать и евреи однако слышим о нем непрерывно и слышим испокон веков он самый заметный на этой планете место которое занимает торговля не идет ни в какое сравнение с его долей в населении мира его вклад список выдающихся деятелей литературы науки искусства музыки финансов не стоит ни в какой пропорции с его малочисленности он может гордиться собой и мы простили бы ему это египтяне вавилонцы персы поднялись и наполнили мир шумом великолепием изяжеством но их блеск погас и они канули вечность греки и римляне пошли по их стопам вызвали большой шум и исчезли появлялись другие народы и какое-то время они несли свой факел высоко над головой но он сгорал в своем же огне и теперь они сидят в тени или исчезли совсем еврей видел всех победил всех и сейчас он такой же каким был всегда он не показывает ни признаков заката не старческого бессилия его таланты не поблекли его бодрость не изменила ему все смертны в этом мире кроме евреев все силы исчезает он остается в чем секрет его вечности мактвен в отличие от многих евреев знал историю еврейского народа она не начинается с момента нашего рождения и не с 1948 года она насчитывает более чем трех тысяч триста лет его чудо несмотря на все изменения в мире евреи остались а по сути теми же евреями как это могло произойти как тонко замечает мактвен все исчезают евреи остаются но только он идет один шаг дальше и спрашивает а в чем секрет еврейской личности надеюсь в дальнейшем и ответим на вопрос мактвена дальше еще одна цитата куприн в своем рассказе жадовка удивительный непостижим еврейский народ что ему суждено испытать дальше сквозь десятки столетий прошел он ни с кем не смешиваясь брезгливая обособленность от всех наций тая в своем сердце вековую скорби вековую пламень пестрое огромная жизнь рима греции египта давным давно сделала достояние музейных коллекций стала историческим бредом далекой сказкой а это таинственный народ бывший уже патриархом во дни их младенчества не только существует но сохранил повсюду свой крепкий и горячий южный тип сохранил свою веру полную великих надежд и мелочных обрядов сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг нигде не осталось следа от его загадочных врагов от всех этих филистимлянам элекитян мавитян и других пола мифических народов а он гибкий и бессмертным все еще живет точно شيна выполняя счета сверхъестественных предопределений приятно к дань евреи хвалить его такие слова он гибкий бессмертным всё еще живет точно выполняя счета сверхъестественных предопределений раньше вы надо кто это хранить ведь мы ничего не верим еще одна цитата философ историк бы Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. Что с точки зрения материалистической судьбы это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что судьба этого народа связана с особенной предначертанием. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, все указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Николай Бердяев. У меня еще много цитат Толстой, Достоевский, но ограничимся последней короткой цитатой историка профессора Гловера. Нет народа, чья история была бы столь странной, как история евреев. Странно и то, что иудейская религия продолжает существовать, в то время как религии других древних народов до христианской эпохи исчезли. Невероятно странно и то, что религии, существующие сегодня в мире, построены на идеях, заимствованных у евреев. Вопрос не в том, что произошло, вопрос в том, как это могло произойти. Почему этот народ продолжает существовать? Почему жив иудаизм? Нет у нас ответов на эти вопросы. Вы правы? У вас нет и быть не можем. У нас, у самих евреев есть ответ на этот вопрос. И об этом у нас пойдет речь дальше. А пока все еще присмотримся. Налится невероятное чудо существования еврейского народа. Как рыба в воде не замечает, что она живет в воде, так мы и не замечаем, что мы живем в чуде, в невероятном чуде нашего существования. Извиняюсь, что утруждаю вас личными воспоминаниями. Воспоминается в прошлом, уже в забытые советские времена, где занимался распространением запретной сионистской литературы. Однажды довелось ехать на поезде из Баку в Куба. Это местечко около Дербента. В купе напротив сидело трое мужчин. Как говорят, кавказская национальность. Они на меня смотрели в упор. Пока один не спросил, ты кто? Если бы спросили, ты кто в Америке, это обозначало, что интересуется вашей специальностью. Ну, вы помните, в Советском Союзе? А я же к тому времени набрался национальной гордости. Я говорю, еврей, как в шоке были. Признался, один говорит, признался. Как правило, не признаются, а этот признался. Вы помните? А третий сидел тихо, пока, смотрю, глаза кровью не налились. И таким грозным голосом спрашивает, а почему водички попыть не дали? Откровенно говоря, он меня застал врасплох. Тот, что одного мы с вами уже распяли, я тоже слышал много раз. А вот про водички пришлось спросить, какой водички. А у вас в Талэ написано. Стало не только боязно, но и сильно-сильно стыдно. Что сказать, неважно, как я оттуда ноги унес, но те же ноги донесли меня к той же запретной литературе, которую я сам и распространял. До Тары. И действительно, я там нашел рассказ про нашего праотца Авраама, который изогнал жену Агарь и сына Ишмаэля. Заблудившись в пустыне, у них не хватило воды. Вы слышите? Около трех с половиной тысяч лет назад не хватило водички Ишмаэлю. А я тут из-за этого дрожь пробежал. Как все тысячи поколений связаны в единое вечное целое. Я был поражен, как тысячелетнее прошлое продолжает влиять на настоящее. Как будто все это вне времени. Ай-яй-яй, евреи всегда в претензии к Богу. Ну где сейчас чудеса? Ну скажите, а есть ли большее чудо, чем еврейская долговечность? Что их продерживает как единый вечный народ? Ведь подобное явление должно подтрясти каждого из нас. А не только это. Не чудо ли, что маленькому народу удалось оставить неизгладимый след в истории человечества во всех веках? Еврейские идеи монотеизма, этики морали завоевали сердца миллиардов людей во всем мире. Через христианство и ислам весь мир познакомился с основными положениями иудаизма. Общепризнано, что если греки дали миру основы науки и культуры, римляне государственность, то евреи дали миру этику и мораль. Ту самую совесть, от которой Гитлер и Махшмо хотели освободить весь мир. В 60-х годах ЮНЕСКО произвели опрос, кто те люди, которые больше всего повлияли на человеческую историю. Ну, результат был заранее известен. Кто там? В списке первые пять были естественные евреи. Первый был пророк Моисей, Машер Абейну. Потом Л'Хавдил, Ешко Анацри. Третий был Каул Маркс, Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. За последние века не было ни одного изма, чтобы евреи не занимали лидирующее положение в нем. Почему-то евреи всегда в центре внимания всего мира. Даже в прессе на английском языке есть такое выражение. Juice is news. А евреи окружены орелом таинственности. Кто они? Однажды после лекции ко мне подошли с интересным вопросом. Евреям рождаются или евреям становятся? Должен сказать, что вся наша лекция посвящена этому вопросу. Для этого давайте поясним подробнее суть понятия евреев в двух плоскостях. Первый. Национальный. Что есть евреи как народ? И второе. На уровне индивидуальном. В чем же наша еврейская сущность? Что есть евреи? Ну, начнем с выяснения, что мы за народ. Откроем, к примеру, толстый фолиант известного ученого-историка Тойнби. И выясним, что мы не народ. Все да, а мы нет. То есть в длинном списке народов мира и все, вот евреев там нет. И это не ошибка упустил. А по причине того, как он сам пишет, евреи это продолжающая жить историческая оконемелость. Мы с вами ни в какие рамки определения не лезем. Ну, как вам это нравится? Мы с вами, господа евреи, не народ, а оконемелость. С господином Тойнби в одно можно только согласиться. Мы точно не как все народы. То есть мы вроде народ. Мы можем сбиться в одну кучу, но по определению не народ. Почему? Потому что ни под одно из определений, что есть народ, не попадаем. Ведь для того, чтобы быть народом, требуется некая общность. Должны быть объективные критерии принадлежности к народу. Как-то, ну, помогайте мне, территория, общий язык, генеалогия. Оперный театр. Культура, религия, очень хорошо. Совместная история. В последнее время пытаются давать определения на основе субъективного ощущения принадлежности к народу. Давайте проверим, попадают ли евреи под все эти определения. Начнем с территории. Оказывается, что у нас нет общей территории уже около двух тысяч лет. Евреи разбросаны по всему миру. А и скажете, раньше он был разбросан и до этого. Ведь уже даже в период первого храма евреи жили в диаспоре. Скажете, сейчас появление государства Израиль, где только евреи не живут, большинство вне Израиля. То есть у нас нет общей территории. Ну, дальше общий язык. Все евреи говорят на разных языках. Идыш, ладин, арабский, английский. Значит, и это не признак принадлежности к народу. Скажете, культура. Ну, ну, посмотрите на евреевых выходцев из России, посмотрите на евреевых выходцев из Йемена или из Эфиопии. Много общего. Нет общей культуры. Совместная история никакой, кроме того, что периодически били везде. Еврейская кровь везде проливалась. Генеалогия. Да, мы потомки праотца Авраама и Сары. Но, с другой стороны, мы знаем, что каждый, кто примет духовное наследие Авраама, тоже может стать евреем. Герут, да. То, что по-русски мы говорим про зелиты. Люди любой нации могут стать евреями. А китайцы? Китайцы? Китайцы тоже могут. Главное, чтобы не все сразу. Результат? Нет общей генеалогии у всех евреев. А, и скажете, религия. Религия. Ну, но ведь не религиозные. Такой же еврей, как и религиозный. Значит, тоже не подходит. Скажете, субъективное ощущение. Ну, последнее новшество, субъективное ощущение принадлежности к народу. Кто вам сказать? Сколько бы евреев прищуриваться не будет, китайцы являли за своего приму. Да, да, нос придает. И как горячо не убеждал, не бил бы себя в грудь, что он в сердце точно китаец. Уфы, не поможет. Это только евреям в сердце можно. Это проблем нет, это достаточно. Я еврей в праве. Я еврей в праве. Итог. Подведем итог. Нет у нас объективных критерий принадлежности к народу. Ну, теперь вы понимаете, почему евреи не попадают ни в одно определение. Представьте себе, живет на Аляске, говорит на арабском, глаза китайские. Ивреи. Ну, да что же делает его евреи? На это дальше ответим поподробнее. А сейчас все по порядку. Начнем с ответа на вопрос, чем мы как народ так принципиально отличаемся от других народов. То есть мы народ, но совсем другой народ. В чем же отличие? Во всем мире принято полное разделение между двумя фундаментальными понятиями. Народ и вероисповедание. Это то, что принято называть страшным словом религия. Нация и вероисповедание существуют независимо. И могут при этом соединяться в той или иной комбинации. Например, есть русский народ, который на определенном этапе принял христианское вероисповедание. Но, кстати, при этом не существует русской религии, как и не существует христианского народа. У всех наций отдельно, вера и религия отдельно. И только у евреев эти два понятия идентичны и совпадают. Объясним это подробнее. Так возникает новый народ. На каком-то этапе некая этническая группа выделяет из окружающей среды. И постепенно, в течение столетий, создает свои обычаи, язык, культуру. Накапливает историю. И даже несут какую-то веру. Так происходит утверждение народа. А впоследствии уже, в ходе истории, им то ли настаждалась какая-то вера, религия. То ли они ее сами добровольно принимали. Но при этом они не теряли свои национальные особенности. Поэтому может быть англичанин, мусульманин, японец, христианин, эскимос, буддист. И никаких противоречий нет. А вот еврей, мусульманин, такого быть не может. Эти два понятия взаимно исключают один другого. Почему? Потому что появление нас как народа и принятие вероисповедания произошло не постепенно с интервалов сотни лет, а произошло в одно и то же время. 3317 лет назад произошло событие, повлиящее на судьбу всего человечества. И определившее все наше будущее. Выход из Египта около двух миллионов потомков Авраама, Ицхакова и Акова. Для чего они вышли? Для того, чтобы получить Тору на горе Синай. Там на горе Синай, получив Тору, мы в один день стали народом. Тора, корень этого слова, гора А. В современном переводе это инструкция. Тора содержит в себе не только сведения о прошлом и будущем, о сотворении мира и смысла нашего существования. Она регулирует и охватывает все аспекты нашей насущной жизни. Поэтому, приняв ее, мы в один момент получили всю нашу национальную атрибутику и культуру, и традиции, и язык. Все. С тех пор и до наших дней все еврейское связано с Торой. Вот по этой причине, по этой причине невозможно разделить между понятиями еврейский народ и еврейская вера. С тех пор Тора и определяет, что есть еврейское. А ну скажите, откуда мы знаем, что живущий на Аляске китаец может стать евреем, продяги Юра? Истары. А откуда мы знаем, что человек светский, и ничто не соблюдающий, и ниво что не верующий, и даже не подозревающий, кто он такой? Что он тоже такой же еврей? Откуда мы это знаем? Тоже истары. Все еврейское Тора определяет. Конечно же, сильно хочется каждому из нас стукнуть себя в грудь, описать самому себя и объявить, что это и есть еврейское. Но увы, еврейское это только Тора. И определения принадлежности к еврейскому только религиозно и другого нет. Это фундаментальный факт, который принципиально влияет на все стороны еврейской жизни. Тора строго определяет, что есть еврейское, а что нет. И наоборот, вся еврейская культура и традиция, это Тора и только Тора. И даже традиционные еврейские блюда, как то гефилти фиш, фаршированная рыба. Чун, хамин, кнейдлах. Все связано с жизнями Торы. Фаршированная рыба из-за субботних законов, боевых выборов, проблема, как выбирать рыбные кости. Еврейские жены решили заранее не допустить этой проблемы и выбрали эти кости со всеми потрохами, перемололи. Что получилось? Фаршированная рыба. Чуланд. Связан с законами подогревания пищи в субботу и так далее. А с другой стороны, многое, что полагает, что это еврейское, на самом деле, заимствовано у народов мира на протяжении долгих лет галута. Как то одежда, музыка и так далее. И не только культура и традиции, но и наша государственная, территориальная принадлежность определяется Торой. На протяжении веков мог ребенок из Киевского Подоля не знать города Адына. А яминский ребенок не подозревал о существовании Киева. Но оба они хорошо знали, где Иерусалим. Может быть, тут уместно спросить, господа евреи, по какой причине мы находимся тут в Израиле, а не в Уганде? Когда пришли к представителю евреев в ООН с претензией, по какому праву вы претендуете на эту землю, что он вытащил им? Танах, Тору вытащил, показал им. И все молчали. Все знали, что это и есть право наше на эту землю. Когда Бен-Гурион, на тот момент будущий глава правительства Израиля, должен был убедить делегацию ООН о необходимости создания еврейского государства на территории Палестины, он прекрасно знал, какое единственное право у нас есть. Хочу привести приблизительно перевод его речи на тот момент. Так он им сказал. Около 300 лет назад вышло в новый мир судно под названием «Мейплау». Это было великое событие в истории Англии и возникновения Америки. Но необыкновенно хочу узнать, если есть хотя бы один англичанин или американец, который знает точно, когда этот корабль отправился в плавание, сколько людей было на нем и что они там ели. Прошло только 300 лет. А вот более чем 3300 лет назад вышли евреи из Египта. И все евреи мира знают точно, в какой день вышли 15 числа еврейского месяца Ниссана, сколько вышло 600 тысяч мужчин от 20 до 60 лет, и какой хлеб ели при выходе Мацу. И до сегодняшнего дня, в тот же день, по всему миру евреи едят тот же самый Мацу. В тот же день я рассказываю все детали выхода из Египта, заканчивая трапезу словами «Сегодня здесь, а в следующем году в Иерусалиме». Понимал Бен-Гурион, человек далекий от всего религиозного, что без мистической связи евреев со святой землей, землей обетованной, связи скрепленной поколениями евреев, отдавших свою душу за учение Тары, за исполнение повелений Творца, молящихся три раза в день, когда же мы удостоимся увидеть тебя, Иерусалим. Нет никакого оправдания в еврейском поселении на этой территории. В безтысячелетней связи Тары, земли Израиля, он Бен-Гурион, его соратники, не более чем наглые захватчики и жестокие колонизаторы, изгоняющие местных жителей со своей земли. И тот же принцип права на эту землю до сегодняшнего дня. Вот тут ответ для всех, ломающих себе голову вопросом, а что будет с Израилем? Если увидит современный Израиль, как связанный со всем своим прошлым, как невероятное и чудесное продолжение еврейской жизни, то это наша исконная земля, и тогда кто мы? Освободители. А если нет связи с прошлым, ну по стечению обстоятельств, строим тут Израиль, тут, а не в Уганде, то кто мы? Захватчики. И не только территория и государство, но просто наше существование всецело связано с Торой. Проверьте всю нашу историю на протяжении трех тысяч лет, от эпохи Судии до наших дней. Там, где была Тора, там еврейская жизнь расцветала. Там, где Тора отвергали, не соблюдали, через три поколения евреи исчезали, ассимилировались. Наш народ подобен дереву, могут обрубить его ветви со всех сторон, но если корни целы, через некоторое время дерево снова расцветет. Так и у нас. Нас уничтожали, нас добровольно покидали, но столько времени, сколько существовало ядро изучающих Тору, народ продолжал существовать. На протяжении всей нашей истории, во всех внутренних расколах, оставалась только та часть, которая была приклеена к Торе. И это даже тогда, когда эта отделившаяся часть была подавляющим меньшинством. Все, кто пытался нас уничтожить, знал, что там, где Тора и живая изучение Талмуда, там есть евреи. Гитлер и Махшмо, которые искали окончательное решение этого вопроса, понял, что в первую очередь надо уничтожать Талмудистов. Все места, где они жили, там существовала Тора, там оставались евреи. Вот это то, что в нашей Торе и написано. И вы, приклеенные к Творцу, будете жить все по сей день. Вы слышите? Вот и секрет вечности еврейского народа. Вот вам и ответ на удивление Толстого Куприна, Маркотвена. В чем секрет вечности еврейского существования? Кто приклеен к вечности, тот и живет вечно. Прошу прощения, господа евреи. Вот мы, как в народе говорят, дотичников, а интеллигенты говорят ортодоксов, особенно не любят. Но хочу спросить. Вот тот факт, что мы с вами тут, в Израиле. Это из-за того, что наши предки соблюдали Тору или не соблюдали Тору? Откуда мы знаем, что мы евреи вообще? Ведь правду в сердце мы знаем. Ведь только благодаря нашим дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые, несмотря на все преследования, оставались этими самыми дотичниками, сохранили, донесли через тысячелетия до нас наше еврейство, никогда не прерывая цепочку передачи еврейского наследия. По этой причине мы знаем, что мы евреи. По этой причине мы тут. А ведь так легко было отречься им от своего еврейского. Ну, чтобы не страдать. Так для чего надо было им пройти через все испытания, донести до нас факел еврейской жизни? Чтобы мы с такой бездумной легкостью его погасили, даже не попытавшись выяснить, для чего он горел? Почему Толстой и Куприн видели вечность и исключительность еврейского народа? А почему мы и не видим? Расскажу вам. Несколько лет назад встретил одного израильтянина. Его звали Гай. Он учился в Вишиве. Мы разговорились. И он мне рассказал свою удивительную историю, как он пришел к еврейской жизни. Вырос он, как все израильтяне, далекий от всего еврейского. Жизнь в основном проходила в поисках удовольствия, развлечений. После армии, как все, поехал за границу. После долгих скитаний попал в Англию. Там он путешествовал трэмпами, останавливая попутные машины. И вот однажды подобрал его большой грузовик. По дороге они остановились на обед. Он и водителю сели за стол, подошла официантка взять заказ. Ну и он и заказал. Ну, стейк. Какой? Сиреный. Как тут скромно произносят белый? Белый баран. Водитель, по-видимому, был человек религиозным. В любом случае разбирающимся. Смотрел на него, спросил, ты еврей? Да, ответил Гай. Не понимая тебя, как ты можешь это есть? Ведь все твои предки на протяжении тысячелетий готовы были отдать свою жизнь, чтобы это не есть. Гай рассказал мне, что у него этот кусок белого барана в горле застрял. Этот водитель англичанин сильно-сильно ему попортил настроение. Ведь если бы ему, датишник, эти слова сказал, глаза бы выцарапали. А тут, в далекой Англии, не еврей случайно. Через два дня Ага вернулся в Израиль, а еще через неделю спросил Рава свой первый вопрос. Что такое еврей? Подведем итог. Итак, Тура всецело определяет наше еврейское бытие. Более того, согласно нашего отношения к Тарее определяется и мера нашего еврейства. Тема эта перенасыщена эмоциями. Поэтому, прежде чем мы тут все коллективно обидимся, давайте наведем порядок, сказанно, и дадим четкие хладнокровные определения. Разделим эту тему о евреях на две составляющие. И это прояснит нам многое. Первая составляющая – это ответ на вопрос «Кто еврей?» А вторая – это ответ на вопрос «Что есть еврей?» Или по-другому, это и есть тот самый вопрос, который мы спросили вначале. «Евреем рождаются или евреем становятся?» Это два принципиально разных вопроса. «Кто еврей?» – вопрос о генеалогии. «Что есть еврей?» – о его духовной сути. О, теперь многое можно прояснить. Ну, вернемся к спору Мойша Янкеля, вы помните в самом начале? Становится теперь более понятно. На претензии Янкеля «Я что, не еврей?» Что мы ему ответили «Янкель?» Вы, конечно же, такой же еврей, как ваш оппонент Мойша. Это вопрос происхождения, генеалогии. Это кто еврей? Тут просто. А вот крики «А что, меньше еврей?» Это уже относится к духовной сути еврея. Это уже вопрос «Что есть еврей?» А что мы есть как евреи, все цело зависит от нас самих. В какой степени мы старались быть евреями? Поэтому более чем правомерно утверждают «Больше еврей – меньше еврей». Есть критерии сравнения? Поясним это на образном примере. Это как поступить в институт. Все, кто поступил в институт, все как один – студенты, как говорят, в потенциале. В этом смысле и Мойша, и Янкель – студенты. Программа «Минимум» – все евреи. Ну, вот спросим студента. Как вас зовут? Валя. Валя. Вы студентка? Да. О! Для чего вы поступили в институт? Чтобы учиться. А вы учитесь? Ну, да. Валя, есть кто-то на курсе, кто учится лучше вас? Сидит, корпит, не досыпает? Да. Вы согласны, что они больше студенты, чем вы? Да. Когда вы это слышите, вы обижаетесь? Нет. Почему? Ну, они вкладывают больше усилия, чем я, чтобы быть студентом. О! Вы слышите, Янкель? А почему вы обижаетесь, когда вам говорят, что вы меньше еврей? А вы достаточно усилий прилагаете, чтобы быть евреем? Вести его духовную суть? А? Изи, это к Янклю отнес, они к вам. Давайте более точно определим понятие, кто еврей и что еврей. Кто еврей просто? Рожденный от еврейки, мамы, еврей. Почему? Это даже не простая оценка событий. Когда видим человека, то с уверенностью можно сказать, кто его мама. А вот кто папа? Непонятно. Ответы гораздо более глубокие, не в рамках этого занятия. Рожденный от мамы еврейки, еврей. И тот, кто так родился, невозможно своего еврейства избавиться. Ничего не поможет. Можно креститься, принять ислам, вот стать самим Буддой, но евреем остаетесь. И нести ответственность за это будете, как евреи. И не по теме объяснять глубину всего этого. Знаете, многие спрашивают, один тут звонит. Вот я по глупости крестился, а что делать? Может, снова обрезание? Ничего не делать. Вы никогда не переставали быть евреями. И даже ассимулировавшись, и забыв совершенно свое еврейство, в четвертом поколении проклиная датичников, и всех супер-гипер-ортодоксов, и абсолютно ничего не зная, и не разбираясь в еврейском, все равно Янкель, уже не Янкель, а Джон, такой же еврей, как все. Еврей. Все евреи. Теперь, есть еще одна возможность стать евреем. Пройти ГИЮР. Но настоящая. Никакая скорострельная попытка пройти ГИЮР, экспресс, не поможет. Многие понимают, это просто как бюрократик. Недавно наблюдал одну семью. Маленький сынишка вопил. Пап, не хочу в кипе ходить. А папа ему, шшш, сынок, тихо, потерпи немного, пока мама справку не получит, что она еврейка. ГИЮР это не потерпеть. Это принять на себя все духовное наследие еврейского народа. Только тогда можно стать евреем. Тут вход нет через кто еврей, а вход через что есть еврей. И чуть дальше мы поймем смысл этого. Итак, это коротко, кто есть еврей. А теперь подробнее, что есть еврей. О, вот это наша тема. Что есть еврей. Что есть еврей, это понятия в целом духовные. Каждый день верующие евреи произносят утреннее благословение. Одно из них на первый взгляд странно сформулировано. Благословен ты, творец, что не сделал меня, не евреем. Не создав. Почему двойное отрицание? Ведь проще было сформулировать, благодарю тебя, что ты сделал меня евреем. Ответ, я надеюсь, вы уже догадываетесь. Невозможно было сформулировать это по-другому. Есть евреи, программа минимум, а есть евреи, программа максимум. Спасибо можно сказать только за то, что дано, точно дано. Что дано? Мы не неевреи. Но называть себя евреем, ведь день только начался. И даже те, которые прожили вчерашний день полной еврейской жизнью, сегодня борьба за звание еврея начинается с самого начала, с нуля. Творец дал нам полную свободу выбора, как этот день прожить. Поэтому мы благословить не можем. Не знаю, проживем ли этот день как евреи по-настоящему. Выполним ли наш долг евреям? Да? Да, долг. Ведь в этом одна из существенных отличий еврейских законов. Конституция, законы есть сейчас у всех народов мира, но они начинаются с их гражданских прав. А у нас они начинаются с чего? С обязанностей. С долга нести нашу духовную суть в этом мире. Это одно из наших основных отличий. Итак, понятие еврей, то есть, что есть еврей? Понятие духовное. Но только в чем оно? В чем же еврейская духовность? Как правило, каждый из нас понимает это по-разному. В основном путаем с интеллигентностью. Отвлеку вас на минуту. Сколько уже? Уже лет 12 назад, в период Большой Алии, однажды одна женщина мне, вновь прибывшая, рассказала историю своей семьи. И она музыкант, и муж ее музыкант, и дочка музыкант. Когда они жили в Союзе, дочка убедила своих родителей совершенно неоспоримым аргументом. Мама и папа, мы должны ехать в Израиль, евреи, люди интеллигенты. Они решили поехать. Приехали в Израиль, попали в Иерусалим. На второй день вышли погулять. Идут, идут. И вдруг дочь обращается к маме. Мам, мы же говорили о тебе, смотри, какие евреи эти легенды. Где ты видела посередине дня? Дирижер идет. Он говорит, где? Говорит, вон там, смотри. Вон, смотри, вон, 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 во фраке, в черной шляпе сдаст. Ой, вон еще один дирижер идет. Да, есть у евреев эта интеллигентность, но только, может быть, в другом понимании, может быть, более корректно сказать, интеллектуальности. Интеллектуальный труд евреев вокруг Тары действительно вызывает необыкновенное удивление. Ведь кто близко знаком с еврейским времяпровождением, не может остаться равнодушным к тому факту, что 15-летние, 18-летние молодые ребята в расцвете своих молодецких начал целый день вкладывают все свои силы в учебу, в попытке понять необыкновенные и сложные тексты Алмуна. И так, с малых лет и до старческого возраста учеба, интеллектуальное напряжение находятся в центре жизни евреев. Правы? Конечно же, тяжело найти больше духовности, чем это, но тем не менее, когда мы будем определять еврейскую духовную суть, то увидим, что это понятие гораздо более широкое. Итак, что есть еврей? В чем наша еврейская духовная суть? Расширим это. А почему только еврейская? Ведь как еще нас называют? Жиды. Значит, надо точно так же прояснить нашу жидовскую суть. А, вы уже знаете. Не спешите с выводами. Как еще нас называют? Иудей. А? Иудей. Израильтяне? Еще как. Кто нас ненавидит? Антисемиты. Значит, кто мы? Семиты. Семиты. Итак, кто мы? Мы евреи, может быть, жиды, может быть, израильтяне, может быть, то и другое. А зачем так много имен? Откуда они появились? Как мы уже сказали, все ответы в Таре. И оттуда заодно мы поймем, что это не просто национальные звания, не синонимы. В этих словах кроется их духовная суть. Итак, по порядку. Тара вначале описывает историю всего человечества. От Адама, первого человека, 10 поколений до Ноха, по-русски Ной. В его времена был потоп, и остался только он и его трое сыновей с их женами. И от них произошло все остальное человечество. Интересно, что Тара подчеркивает, что каждый из сыновей Ноха получил какой-то удел в этом мире. Один сын Ефит удостоился быть носителем изящества внешних форм, красоты, культуры, искусства. И из его потомков впоследствии вышла Древняя Греция, породившая западную цивилизацию. А Хаме, третьем сыне, горячей и не сдержанной натурой, сказано, рабом будет. И от него пошли все африканские народы. А вот старшему сыну Шему, по-русски Симу, дано было содержание, духовность всего мира. И действительно мы видим, что крупные религии мира, христианство, ислам, происходят от потомков Сима. Кстати, арабы тоже семиты. И так потомков Сима, Шема называют семиты. Разобрали одно понятие. Но основная наша духовная суть находится дальше. От Сима проходит 10 поколений, пока в семействе идола поклонника Тераха не рождается первый в мире будущий еврей Авраам. С этого момента, с Авраама, начинается вся история евреев. Все евреи в мире, потомки праотца Авраама, то ли генеалогические, то ли духовные. Он и есть тот, которого назвали Авраама еврей. От этого и пошло наше название еврей. И чуть дальше мы поймем смысл этого. А пока только несколько, несколько, несколько слов его сути. Даже боязно говорить об этом, ведь невозможно хватить жить Аврааму. И тем более говорить о нем, несколько предложений. Но тем не менее, с трех лет и до 48 лет ищет Авраам ответ на вопрос всех вопросов. Для чего я существую? Кто сотворил меня? Кто сотворил весь мир? В его время люди верили в силы природы, точнее в их духовных представителей. Для этого они строили их материальные подобия, истуканы, и поклонялись им. И это не было столь примитивно, как то современные высокомерные поколения хотят это представить. Авраам обладал необыкновенно критичным умом. Не принимал на веру ничего. Он начинает анализировать все происходящее вокруг. Природа властвует над всем. Но он замечает, что власть солнца заканчивается к вечеру, а луны и звезд утром. Силы воды и плодородия в какой-то момент иссякают. Значит, они все не всесильны, что та и ими управляет. Авраам замечает закономерно всех природных явлений. Может ли это произойти случайно? Логика обязывает, что закономерность не может быть результатом случайного процесса. К примеру, вы выходите из дому, а на вас со второго этажа соседка вылила водички. Побрызгала. Она тут же извинилась, а я извиняюсь случайно. Ну, вы человек сильный. Ну, случайно, случайно. А что такое случайно? Никакой цели я не имела вас обмочить. То есть случайно, бесцельно. Ну, на следующий день вся сцена повторяется и снова она говорит случайно. И так целый год. Ну, можем ли мы утверждать, что случайно, точно в то же время вы выходите из дому и 365 раз подряд соседка появляется с тазиком воды, а? Абсурд. А с другой стороны, невозможно добиться закономерности случайным путем. К примеру, предположим, что Беня, Бенямин, любитель нестандартных эстетических форм. Однажды, опрокинув красный соус под названием кетчуп на пол, он обнаружил, что там образовалось оригинальной формы такое эстетическое пятно. Пока Беня сбегал за фотоаппаратом, его жена Белла тут же вытерла это, ну, прибралась. Беня не растерялся, на жену не накричал, но он просто опрокинул кетчуп на пол еще раз. Увы, была уже другая форма. Попробовал еще раз, снова не получилось. А жена Белла, естественно, терпеливо наблюдает за новым хобби Бенямина. А он бутылку одну закончил, купил еще одну. И сколько не пробовал, увы, ничего не получилось. Почему? Случайный процесс не приводит к закономерности. Отсюда вывод. Если мы видим повторяемость, то есть закономерность, значит, должна быть сила, которую эта закономерность создает. Более того, есть цель, для чего это создается, и более того, есть хозяин этой цели. Значит, есть сила, которая создает природу. Не природа управляет миром, она сама управляема. А отсюда не только любая закономерность обязывает существование порождающей ей причины, но и у любой телесообразности должна быть причина. Если есть дом, значит, его кто-то спланировал, кто-то построил. Дом сам себя не может построить. Вот так и весь необыкновенно сложный мир свидетельствует о своем создателе. И мир себя и тем более не может построить. Я извиняюсь, но как ни странно, есть люди, которые бьют себя в грудь и говорят, нет, это может быть. Ну, случайно. Представьте, случайно появился двухэтажный коттедж. А что? Ну, дул ветер, волны пронесли металлолом. Немного землетрясения, потрясло. И так несколько миллиардов лет. Пару мутаций. Бат! Коттедж двумя парнями. Почему смеетесь? Невозможно? Ведь в мире принято считать, что в конечном итоге так появился человек. И стенки. Вы слышите? Ведь даже самая элементарная геометрическая фигура случайно не может составиться. А человек, о котором у человечества еще нет вообще сведений, насколько он сложен, тут нет проблем. А что? Может быть, случайно. Главное, чтобы дотичники голову не морочили. Но это отдельная тема, требующая подробного разбора. И еще заметил Авраам, что примитивная вещь свидетельствует о примитивности его создателя. Необыкновенно сложная структура свидетельствует о невероятной высокой организации его создателя. Авраам собрал все мысли вместе. Упомянутые, неупомянутые. Все это гораздо, гораздо сложнее и глубже, чем мы тут сказали это в двух предложениях. И пришел к однозначному выводу. В мире должна быть одна сила, которая сотворила и управляет всем. Вот так заново он открывает для себя забытого в мире творца, принеся в миру революционную по тем идеям, идеям анатеизма, единого творца. Вот с этого озарения начинается новая эпоха человечества. Был найден ключ к пониманию мира. Только тогда, когда собраны все факты, в единое целое, когда есть полная картина, только тогда возможность что-либо понять в этом мире. У всего в мире есть единый корень. Для нас эта мысль столь проста, но для того поколения это было революционное открытие. Авраам не ограничился личным потрясением от этого открытия. Он начинает распространять его вокруг себя. В качестве примера Медраж рассказывает, как однажды отец Авраама, Терах, поехал по своим делам в бизнес. У него был магазин по продаже из туканов. Уехав, он оставляет своего сына хранить имейный бизнес. Когда Авраам остается один, он берет дубину, разбивает всех из туканов, оставив при этом одного. И эту дубину прислонил к нему. Можете представить, удивление отца, он приезжает, заходит в магазин, видит, что происходит, прибегает к сыну. Авраам, что тут случилось? Он махой говорит, пап, я не знаю, тут одна женщина принесла им поесть, все бросились на еду. Вот этот длинный рассердился на всех, взял дубину, всех перебил. Папа, ты так рассердился? Ты что мне рассказываешь? Какой, какая дубина, какой перебил, они стуканы, они не могут. Молился, молился. О, они же вместо не могут сдвинуться. ответил сын его, папа, дорогой мой, скажи мне, скажи мне, ты же считаешь, что эти стуканы управляют миром, а что ты тут говоришь, что они двигаться не могут? Сам себе противоречишь. Так Авраам стал распространять свои революционные идеи, все больше и больше последователей шло за ним. Из-за этого власти бросают его в тюрьму, в огонь, но ничто уже не может его остановить. Авраам был первым революционером в мире. Найдя истину, истину существования творца, он пошел один против всего мира. Ему предъявляли претензии, что один умный, а все остальные глупцы, все ошибаются? А? Он ответил, да. Все ошибаются. Авраам противопоставил себя всему миру. Вот тут и появилось понятие евреи. Как мы скажем на еврите по ту сторону дороги? Ми-эвер-леквиш. То есть другая сторона Эвер. Авраам был по другую сторону мира. А отсюда его название Авраам Га-еври. Иври. И вот от этого и произошло наше название Еври. И все невероятные качества Авраама вложенные в это слово были переданы всем его потомкам. Всем нам, кто зовет себя евреем. И так быть евреем это нести все качества Авраама вину. Быть евреем означает быть пытливым и критичным, ничего не принимая бездумно на веру. Быть евреем это значит искать истину в мире лжи всеми своими силами. А что еще сложнее сохранить эту истину в первую очередь отстоять ее для себя а не от себя. Ведь бывает что человек приходит услышал семинар, лекция о да конечно воодушевился пришел домой рассказал жене она ему полежи пройдем как сложно отстаивать истину до конца своих дней вопреки всем мнениям вокруг как тяжело идти в разрез общественным мнением мнимым авторитетом а что люди скажут то тебе Белла не соглашается что есть Бог но кто по-настоящему еврей находит в себе силу плыть против течения вот это есть признак жизнестойкости в Талмуде описывается интересное явление если мы выбрали рыбу из реки и мы хотим знать эта рыба жива или она уже не будет жить что нужно сделать опустите рыбу назад в реку если первое движение она сделает против течения будет жить по течению умрет то есть настоящий еврей находит в себе силу идти против всех вот это есть еврей но может быть еще более важное что значит быть евреем это не только искать истину не только ее отстаивать основное жить согласно этой истине Авраам не был философом теоретиком может быть самое большое достижение было в том что истина обязывает человека обязывает подчинить всю свою жизнь этой истине жить согласно ей когда великого философа Аристотеля написавшего одну из самых знаменитых книг по этике и по морали застукали за аморальным поступком он отреагировал я сейчас не Аристотель Авраам всегда во всех ситуациях оставался Авраам слова с делом у него не расходились он не только первый привнес в этот мир идеи морали и понятия совести он всем показал пример как надо жить соответственно что же это за истина если человек не следует ей вот все это на одной ноге и есть ответ на вопрос что есть еврей это есть его духовное содержание искать истину отстаивать ее и основное жить согласно ей вот это и есть еврей то есть что есть еврейское ну есть тут еврей тишина что же будет может поезжим их ну выйдите на улицу спросите случайного прохожего а вы истину ищете он на вас посмотрит как на сумасшедшего ты что же всю суду на квартиру выплатил ой что будет с нами но продолжим наш братец Авраам заложил основу еврейскому народу но тем не менее мы не называемся сыновьями Авраама из него как побочные явления должны были выйти и другие народы у Авраама рождается двое сыновей один Ишмаэль от него ведут начало арабский народ и он и есть духовный корень будущего ислама другой сын Ицхак он тот который продолжил и развил духовное наследие своего отца у нашего праотца Ицхака рождается двое сыновей один Исаав резко отошедший христианство и другой сын Яков вобравший в себе все качества своих отцов вот в нем в Якове эти качества достигли полного совершенства пройдя невероятные испытания он удостоился другого имени Исраэль Яков это Исраэль и из-за совершенства Исраэля и духовной чистоты его двенадцати сыновей нас и называют сыновья Израиля Исраэля народом Израиля израильтянами но опять же в чем его суть то знает язык Тары и понимает этимологию слова Исраэль сказанное будет сразу понятно два значения содержатся в слове Исраэль первое Яшар Кель Яшар перевод по смыслу прямой путь к Творцу а ну коротко поясним наш процесс Исраэля рождается уже в другой реальности нет сомнений в реальности Творца но всегда есть опасность что это знание останется только в разуме человека а не дойдет до его сердца центра желания человека обратите внимание все действия человека находятся в одной из двух областей или хочу хочется или надо должен хочу диктует нам физиология страсти наши а надо тихо произносит разум и зачастую хочу хочется сталкивается лоб в лоб с надо ну кто победит вот тут и находится точка противоборства которая определяет что есть человек разум разум осознает истину и тянется к ней прямой дорогой но сердце с его телесным началом хочет чего-то другого земного не прямо пойти а куда налево правильно понимаете как в той притче с двумя ослами знаете двум ослам сказали выйти из точки а в точку б сказали двоим и один осел пошел прямой дорогой но второй осел оказался ослом и первым делом пошел налево но так как надо было идти прямо то его там слегка побили что он теперь сделал пошел направо его и там побили потом он снова пошел налево там его не дали поесть и снова побили и так зигзагами в конечном итоге пришел в точку б и там увидел первого осла здорового сытого а сам был голодный побитый несчастный ну налево хотелось вот так и у нас бывает в Тере при разных обстоятельствах даны три разных имени нашему народу когда мы не на должном духовном уровне нас называют яаков смысл тут лааков обойти то есть путь к Творцу не прямой а извилистый в обход но когда евреи на духовном подъеме их называют Исраэль Яшар Кель прямой путь к Творцу это не значит что нет внутреннего противоборства когда его уже нет и разум окончательно победил и нет внутренней борьбы то тогда Настара называют по другому Ешуру а Исраэль это прямой путь к Творцу когда человек побеждает свое дурное начало но борьба идет за каждое доброе дело вот сейчас нам станет понятно и второе значение слова Исраэль Сарита и Машем корень этого Сарита борющийся с Творцом с представителем самого Творца ведь только человек который переборол себя очистил возвысил себя может бороться с другими только у такого есть духовная сила вести за собой других проявлять инициативу бороться за истину вот это значит быть израильтянином Аня как многие полагают чтобы стать израильтянином нужно научиться есть фалафель хумус пить уметь раздувать мангу под шишли говорить все время хабалалазмаг Изя понятно хотите быть израильтянином идти прямо но это еще не все наконец-то добрались до жидов пройдемся дальше по еврейской истории чтобы понять что это такое у праотца Исраэля было 12 сыновей потомки которых мы называем 12 израильских колен 12 сыновей 12 сыновей продолжает свой род когда пришло время уйти в Египет их было 70 человек которые спускаются в Египет там они находились 210 лет пришло время освобождения приходит Маше Робейну выводит их из Египта чтобы они получили тур после этого 40 лет блуждания по пустыне приходит время захвата царь Ацкнан Ишуа Бенун руководит еврейским народом начинается эпоха старейшин эпоха судей после этого эпоха царей царь Давид царь Соломон евреи существуют как государство но во времена сына царя Соломона происходит раскол на два государства на северное в котором есть 10 колен и на южное в которое входит только два колена колено Иуда и колено Бенемин потом приходит Санхирив захватывает и разрушает северное царство он вводит 10 колен и до сих пор мы не знаем где они кто остается остается маленькая Иудея почему ее называли Иудеем потому что подавляющее население было из колена Егуда поэтому она называлась Иудеей а жители Иудеями или на иврите Егудим то есть что мы видим мы с вами потомки колена Егуда другими словами слово Егуды Иудей от слова Егуда четвертого сына Якова только в разных языках это звучит по разному на английском Егуда Егуды это Джу на немецком Юде а по-польски это просто Жид так что ничего постыдного нету Жид это Егудей потомок колена Егуда а вы что думали но только вернемся к тому же вопросу а в чем его духовная суть времени у нас осталось очень мало поэтому скажем очень-очень коротко корень слова Иуда имеет два смысла один Од то есть знакомое всем нам слово ТОДА спасибо благодарность какое необходимое жидовское качество только могут спросить а в чем проблема мы что не говорим спасибо мы что люди не культурные мы же всегда благодарим но обратите внимание чем человек дальше от нас чем больше не знаком ничего нам не дал кроме маленькой услуги тем легче говорится спасибо за содеянное им добро а чем ближе тяжелее жена принесла вкусный ужин мужу часами трудилась для этого пришел муж гад за минуту все срубал он что ей спасибо скажет перчика не додала скажет а вот спасибо и не скажет жене спасибо мужу мужу спасибо а родителям которые все душу отдали ну легко говорится спасибо в голову многим не приходит ведь они нам должны ведь меня не спросили родили еще и спасибо им говорится получается чем больше добра с нами делают тем тяжелее сказать спасибо ну а кто максимальное добро с нами сотворил наш творец который сотворил все колоссальное многообразие продуктов красоту их жену которая все приготовила вас а главное ваш аппетит вот его благодарить тяжелее всего надо быть на уровне и кто умеет жидом называется вот в этом есть смысл слова иуда но есть еще одно понимание этого корня если вы попали тут в израиль на суд ну услышите как к концу спрашивает судья подсудимого ну а там моде ты признаешь он отвечает моде признаю то есть иуда духовная сила признания вот это совсем тяжело признание правды истины ведь мы уже с детства дети кто разбил окно все вместе не я Гриш почему вы опоздали это не я автобус опоздаю как тяжело признаться даже в пустяке не признаем правду а что говорит о принципиальных взглядах вот если честно на себя посмотрите вот когда разгорается спор то в основном мы чем заняты в основном поиском того что я ему отвечу а вовсе не обдумыванием слов вашего оппонента истинны они или нет это не по-жидовски кто жит кто иудей тот слушает новую мысль критично логикой все воспринимает если есть контраргумент приводит а если нет не только молчит но и вынужден эту мысль признать признать вопреки тому что не он эту мысль выдвинул вопреки его предыдущим понятиям и представлениям вопреки тому что это угрожает его привычкам вот это жид это совсем совсем не то что мы себе представляли вот это жид нельзя бы жид нет ах изя изя все еще стесняетесь несколько лет назад я встретил одну женщину Гийорре Цедек которая приняла еврейство всем своим сердцем она спрашивала много вопросов а в конце сказала вы знаете какой самый счастливый день был в моей жизни когда меня обозвали жидовкой ай-яй-яй почему почему только евреи стесняется нет в мире народа который бы стеснялся как массовое явление своего национального происхождения только еврей стесняется и старается скрыть и отрежься от того кто он есть но если бы мы удосужили себя разобраться по-настоящему поглубже в чем смысл этого самого слова в паспорте еврей покопались а что есть жид ну хотя бы для общей интеллигенции вот тогда может быть не так бы вздрагивали вы не стеснялись бы всего еврейского тогда может быть не шарахались от самих себя от своих еврейских бабушек и дедушек от своего богатейшего прошлого от невероятной духовности будущего ведь все духовное богатство мира находится у нас вот если бы чуть-чуть разобрались и узнали тогда все вовсе наоборот обрадовались бы выпавшей чести тогда бы все еврейское не было бы так странно ой расскажу вам одну притчу у одного царя был любимый сын он хранил его лилел однажды когда сын подрос то решился самостоятельно прогуляться по лесу его ужас его там покитили жестокие лесные разбойники папа стал искать поиски стражников царя не дали никаких результатов папа его все время искал но увы вначале царский сын плакал скучал но постепенно постепенно стал привыкать к разбойничьей жизни со временем грубые попадки разбойников ему даже стали нравиться и он живостью стал их перенимать начал говорить на их немногословном но многоэтажном сленге есть руками заглатывая кусок побольше ну и все остальные разбойничьи прелести пока не стал как все грабил делился храбел но прошло время главный разбойник умер все остальные состарились проложили новые дороги вокруг леса стали расходиться все стало разваливаться и тут волей-неволей вспомнил царский сын об отце и решил вернуться можете представить не было границы радости отца нашедшего своего заблудшего сына после первых возбужденных дней и новизны встречи сын стал приглядываться к отцу к манерам окружающим все это ему было чуждо непонятно смотрел на свое родное а в сердце что они такие странные вот так и с нами украли нас уже третий а у кого больше поколений из еврейского дома сделали из нас русских узбеков литовцев молдаван мы уже пьем как они ругаемся как они и когда наконец-то вернулись в родной дом присмотрелись какие эти все евреи странные отечественники это они странные или мы странные вот это наша трагедия что будет с нашим русскоязычным еврейством что будет с нашими еврейскими детьми они останутся еврейскими даже тут в Израиле или народ наш потеряет их навеки вечные а мы закрываем глаза нам не до еврейского мы заняты мы на ноги встаем вот так встаем 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 на ноги пока их не протягиваем главное чтобы холодильник был забит ну и телевизор исправно работал ищем не содержание развлечения и обвинить никого в этом невозможно ведь это как закон природы когда человек переполнен земным телесным в нем просто нет места для духовности и тогда если услышат о ней то непонятно о чем речь идет трагедия Лизи вы слышите нас называют народом книги а не народом газеты и телевизора нас называют народом книги а не народом колбасы и сосиси но есть среди нас да ищущие да чувствующие всем своим сердцем свое еврейство но только у них есть проблема другая проблема многие себя уже космополитами мира уже не видят но и погруженными в еврейскую жизнь тоже светскими себя не определяют но и религиозными не собираются вставать не дай бог основная 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 тут проблема что даже имея большой интерес к еврейской жизни не всегда есть техническая возможность познакомиться с ним а человек зачастую занимает ту или иную позицию только по причине отсутствия оригинальных знаний не имея достаточной информации самих источников сколько раз на семинарах мне приходилось выслушивать претензии вот если мы бы раньше знали почему вы в этом нигде не рассказываете рассказывать рассказываем но кто слушать хочет у кого есть на это время ведь мы заняты мы заняты больше не раздумываем для чего жить а в основном как прожить работаем усталые нет времени но откуда не попридумывать а вот узнать по-настоящему что есть еврейская ведь этому надо упорно и напряженно где-то учиться порой годами чтобы в чем-либо по-настоящему разобраться иначе ничего не получится вы слышите не получится ведь вы не ожидаете что человек станет врачом на основе общей интеллигенции популярно медицинских статей так и с еврейской мыслью можно по-настоящему познакомиться только занимаясь упорной учебой из первоисточника проверяя себя при этом правильно ли это понял все это необходимость чтобы не появились новые доморощенные мыслители юдуизма чтобы каждый сам себе свой юдуизм не напридумывал как это часто с нашим интеллигентственным братом бывает чтобы кричать я математик надо хотя бы знать таблицу умножения чтобы называться евреей надо хотя бы разбираться что это такое надо учиться и это требование ко всем нам поголовно лет 7-8 назад меня остановило совсем свежая новоприючая лаха даша тремя словами на иврите она пыталась выяснить нужные направления я ответил по-русски она так обрадовалась стала меня благодарить а в конце как-то знаете запнулась осматривает меня так и пристально пристально смотрит я извиняюсь хочу вас спросить а у вас что все попы как она права до какой степени она права ведь по ее крестьянским представлениям есть разделение на святое и мирское есть один поп святой а вокруг много-много грешных прихожан а тут смотрят одни попы у нас действительно должны быть одни попы вы слышите у евреев нет разделения кто больше обязан перед творцом второе требование не к избранным а ко всем без исключения евреям быть мудрецами быть праведниками все должны Мойчий Янг Лизя вы слышите вот такой еврейский народ и должен быть хочу в заключение рассказать вам одну притчу может она поможет больше понять кто мы все происходило лет сто назад когда только появились первые паровозы в одном из отдаленных сел жил Абраша Абрамович Абраша услышал про новое чудо света много телек едут а лошадей нету паровоз называется как так и Абраша сильно-сильно захотелось увидеть что это за чудо и прокатиться на нем стал копить день, два, год пока не скопил поехал в город нашел железнодорожный вокзал подошел к кассе высыпал все монеты которые накопил Кассиша спросила куда вам надо да мне не важно ответила Абраша главное проехаться пересчитала монеты дал ему красивый бордовый билет говорит иди туда вышел на перрон и как раз поезд подошел пар идет со всех сторон а мощь чудо а за паровозом вагоны ну как всегда в начале первый класс потом купейный потом плацкартный в конце общий вагон поезд остановился и толпа рванула куда? в общий вагон ну и Абраша туда же с трудом тиснулся да пару синяков едва дышать можно а запах но главное поехали удовольствие ну постепенно утряслися не проходит 20 минут вдруг пронесся слух контролер тут же час пассажиров куда-то испарилась кто куда кто на третью полку спать кто в подсиденье что наш Абраша по неопытности понял из правил из дына в поездах что если произносят за умное слово контролер то нужно прятаться ну и он тоже полез под сиденье а там занято было ну теперь можете представить эту картину заходит контролер а в проходе на четвереньках человек и голова всунута под сиденье тело в проходе он сразу к нему подбежал схватил его заяц говорит я я не заяц я Абраша Абраша где твой билет Абраша достает свой красивый билет контролер смотрит на билет смотрит на него смотрит на билет смотрит на него билет твой да ты знаешь какой у тебя билет говорит нет у тебя билет в первый класс там пол вагона для тебя спальня салон четверо обслуживают глупец где ты едешь в общем вагоне у тебя билет в первый класс вот так и мы дорогие евреи у нас есть билет в первый класс жизни а мы где сидим вы слышите у нас есть еврейский билет в первый класс жизни где мы едем где мы сидим и остается только пожелать всем духовного беспокойства и поиска а заодно бессонной ночи ну всего доброго бессонной ночи